Мы хотим только мира, не важно кто мы, за единую Украину, либо мы за федерацию. Мы все хотим жить, и мы все хотим жить мирно. Мы трудолюбивый народ, у нас люди встают рано, в городе рано встают люди, идут на работу, после работы трудятся в своих огородах. Мы созидатели, мы созидаем этот мир. Может быть кто-то не знает, что это такое, мы своим примером должны этим людям показать, что мы не просто за мир, мы этот мир делаем своими руками. Пусть эти люди приедут к нам домой, зайдут к вам в отбор и посмотрят те красоты, которые вы создаете своими руками, тех детей, которых вы выращиваете. Посмотрите, сколько деток играет. Эти детки хотят жить, мы все хотим жить. Я предлагаю всем вместе лозунг прокричать «Миру мир!» «Миру мир! Миру мир! Миру мир! Миру мир! Миру мир!» Спасибо вам большое. Если кто-то хочет высказаться, пожалуйста, есть микрофон. Только я всех призываю к тому, чтобы никаких провокаций. Мы не реагируем на агрессию. Давайте в душе сохранять спокойствие, тепло. Давайте в душе сохранять любовь. И таким образом мы приумножим. Давайте друг другу в этот момент трудный скажем добрые слова поддержки. Спасибо вам за то, что вы есть, за то, что вы пришли. Да, на самом деле очень трудно в такой момент сохранять спокойствие, сохранять силу духа. Потому что СМИ, особенно украинские, сейчас стремятся держать нас в страхе. Если мы поведемся на это, значит, они победили. Наша победа в том, что мы думаем про мир, в том, что мы мирные, в том, что мы спокойные и уверенные в себе. Этим мы создадим мир вокруг. Если кто-то хочет высказаться, если у кого-то в душе есть слова, выйдите, пожалуйста, сюда, скажите, потому что это народная акция. Милые женщины, подходите, пожалуйста, сюда. Расскажите о себе, о своих чувствах. Расскажите о том, чего вы хотите. Чтобы это были не только мои слова. Получается, что вот только я, только хочу мира. Или те люди, которые собирали здесь вас. Расскажите о том, что и вы хотите мира. Смелее, пожалуйста, подходите. Дорогие красноучане, я никогда не думала, что я так люблю свой город Красный Луч. Я родилась в России, россиянка. Я бабушка, я мама. И я люблю своих деток и своего внука. Но то, что я люблю наш Красный Луч, я даже об этом и не подумала. Когда вот наступили тяжелые времена, вот, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло бы. Что я хотела бы вам сказать, мои дорогие? Я хотела бы сказать, что я верующий, глубоко верующий человек. И прежде всего, все, что я делаю, оно обосновывается у меня на слове Божьем и на вере в Бога. Однажды я сидела и смотрела телевизор и выступал Турчинов. И конечная цель его была. Он сказал, с нами Бог. Меня это просто поразило. И мне хочется рассказать о том, что Бог не с ним. Он говорит, с нами Бог. Это точно так же, как немцы ходили, и они на пляжках, было написано, год метонс, это Бог с нами. Но Бог не с ними, я хочу сказать. Знаете почему? Потому что Бог не есть Бог войны. Бог есть, это Бог мира. Бог правды, всякой истины. И еще я хочу сказать, что Бог с нами. И я вам сейчас скажу, почему Бог с нами. Не с ним, не с Турчинов, не те, которые нападают, а именно с нами. И что правда на нашей стороне. Есть такое место в Библии, которое говорит, сын мой, но это относится и к дочерям тоже. Бойся Бога и царя. С мятежниками и бунтовщиками не сообщайся, ибо придет наказание от одного и от другого. Вы слышите, как Бог относится к тем, кто устраивает мятежи. Я имею в виду Майданы. Для него Майдан – это мерзость. Если вы хотите знать, что такое мерзость, Майдан для Бога, это значит, нужно представить красивую комнату, в которой находятся все красоты мира. И вдруг среди этой комнаты стоит ведро, которое зло воняет. И когда вы зайдете в такую комнату, уже красоты мира исчезут, потому что это ведро, оно воняет. Так вот представьте себе, вот эти вот бунты, мятежи, войны – это есть мерзость для Бога, которая воняет. То есть истина и правда, не с теми, кто это устраивает. Первый, кто сочинил Майдан, это был сатана на небе. Он восстал против Бога. И первые майданисты – это были сатанисты. Я хочу сказать, что да. Но дело в том, что они очень-очень глубоко ошибаются в том, что Бог с ними, но Бог с нами. Я хочу вас поддержать. И не бояться этого слова, которое называется сепаратизм. Сепаратизм – это первый, кто сепаратизм – это Бог. Он отделил света от тьмы. И он отделяет зло от всякой неправды. Понимаете? Поэтому мы стоим за свою землю, за правду, за мир, за труд, за Бога. И Бог с нами. Мы проводим эту акцию за то, чтобы остановилась АТО, за то, чтобы украинская армия остановилась. Да. Потому что брат идет против брата. Наши друзья стали почему-то нашими врагами. Мы хотим оставаться друзьями. Мы хотим любить друг друга. Мы за мир. Мы за остановку антитеррористической операции. Мы за мир. Мы хотим, чтобы нас услышали. Мы здесь мирные люди. Мы не террористы. Мы не сепаратисты. Мы здесь люди, которые работают, трудятся, созидают. Если есть кому-то еще что-то сказать, подходите. Я хочу сказать, чтобы никого не вводили в заблуждение о том, что поднялось наше ополчение и поэтому нас начали бомбить. Еще в начале декабря месяца, когда только вышел Майдан, западные бандеровцы, они сами себя так и называют, потому что они кричат, кричат, что Бандера придет, порядок наведет. Так вот, они сказали, что пока Юго-Восток не умоется кровью, они счастливо жить не будут. Поэтому глубоко тот заблуждается, кто считает, что мы поднялись, и тем самым их спровоцировали. Нет, если бы мы не поднялись, нас бы уже давно залили кровью, им все равно поднялись мы или нет. Они сами специально нас провоцировали, чтобы мы поднимались, а чтобы нас можно было бомбить, громить, резать, убивать, а не убивать, все равно им кого убивать. Лишь бы это был на русском языке разговаривали, или это русский был, лишь бы это были с Юго-Востока. Все, спасибо. Скажу несколько слов. Дорогие земляки, у многих возникает причина, почему на сегодняшний день произошла такая ситуация в стране. Ответ намного проще, чем кто-то себе представляет. Все дело это фланцевый газ. В понедельник, 2 июня, Порошенко заявил по телевизору, по каналу 1.1. Он сказал, не переживайте, у нас газа в запасниках много, и у нас будет очень много сланцевого газа. Этот газ, он дешевый, и он выгодный. Только он выгодный кому? Им. Если бы Порошенко у себя в огороде его копал, пожалуйста, делает, пусть что хочет. Почему Славянск? Да потому что именно в Славянске должны были начинаться выработки. Туда должно было стягиваться огромное количество техники. Но вся эта ситуация, она бы привела к огромной, колоссальной экологической катастрофе. Люди, которые противостояние всему это сделали, они не угодны именно хунте, украинской хунте. Почему? Потому что земли, они уже проданы Америке. И это тоже прекрасно многие знают. Это я говорю тем, кто еще не знает этой информации. Поэтому мы должны сегодня донести всему миру, чтобы нас слышала Америка, чтобы нас слышала Европа, Канада, большие страны, и чтобы именно те люди, которые живут в этих странах, они нас поддержали своими митингами. Мы будем к ним обращаться. Слава Богу, что есть интернет. это теперь доступно каждому человеку. Каждый человек получит именно правдивую информацию, а не ту информацию, которую пичкают людей Западной Европы и многих, которые смотрят украинское телевидение. Вот сегодня мне позвонила моя одноклассница, она живет в Киеве. И она говорит, что вы делаете? Почему вы воюете? Я говорю, Света, как это мы воюем? Мы что? Мы куда-то пошли. Мы живем в своих городах. Мы не воюем. Мы защищаемся. Мы защищаем детей. Мы все это делаем для того и почему. Потому что мы хотим жить. И мы хотим, чтобы жили наши дети прежде всего. Мы хотим мира. И мы всегда хотели мира. Потому что мы славяне. Мы славные. Мы светлые люди. Мы всегда таковыми были. И поэтому мы сегодня призываем весь мир, чтобы они отстаивали нашу позицию и именно нашу свободу. Мы имеем право на жизнь. Спасибо. Говорят, что слово самое сильное оружие. Словом можно убить и словом можно возродить. Поэтому я предлагаю, как сказала Ира, влиять на средства массовой информации, на мнение других стран через слово, через осознание. Это самое лучшее. Вот теперь мы нашей компанией понимаем, осознаем, почему у нас ведется война. Причина этой войны сланцевый газ. Все банально просто. И когда об этом будут знать все, будет знать весь мир, мы сможем таким образом отстоять свою землю. Мирным способом, созидающим. Я предлагаю еще раз крикнуть «Миру мир» для всех. Три, четыре. мир Донбасса Ура! Спасибо, дорогие земляки, что вы сегодня пришли. Спасибо за За ваше понимание, за вашу поддержку, за ваше солидарство. Дорогие земляки, там в Славянске, в Краматорске, в Луганске бьется кровь наших братьев. Мы должны их поддержать. Я сейчас не вижу, где шахтеры нашего города? Где? Где шахтеры? Почему никто сюда не пришел? Они безразличны, им не дают. Руководство шахты этих не дают им сюда идти. Они зарылись там. Что они там добывают? 20 тонн, которые раньше добывали, тысячи тонн. Тысячи эти шахты. А сейчас шахта добывает 100 тонн. Где? Им безразлична судьба их детей, отцов, матерей. Информации. Информации много. Просто никто сюда не хочет идти. Они думают, что они за спинами отстоят. Они будут правы в сектор. Они думают, что им это так обойдется. У нас мирная акция. Но все должны понять. Если мы сегодня не встанем, завтра будет поздно. Завтра придут и будут убивать нас. Тут и детей наших. Я не подоживлю. Куда, куда встать еще? Куда встать? Куда встать? Всем вставать. Я обращаюсь к шахтерам. Где вы есть? Шахтеры выберем. Вы знаете, я очень рада, что эти девушки собрались. Я понимаю, что у них цель мирная акция. Родные. Какая мирная акция? Мы шли к миру сколько? Мы начали с февраля месяца, идем к миру. Вы посмотрите, что делается. Да не может быть уже мира. Какая единая Украина? Донбасс это еще не есть Украина. Здесь у нас все и русские, и украинцы, и татары. Как мы можем жить? Какая единая? Мы Украина. После того, что нас бомбили единая Украина? Девочки. Ну скажите, ну как мы можем быть единой? Как, если наших детей не бомбят? Един, но не без Украины. Хорошо. Если кто-то скажет, что я хочу войны, пусть назовут меня дурой. У меня дети, у меня внуки. Я отправила ее в марте в Россию, потому что предупредили. Не закроешь рот, мы тебе закроем. Вчера по телевизору выступает девочка Лена, которая была здесь. Я ее лично не знаю. У нее трое детей, и которая вынуждена была уехать отсюда. Она боролась до последнего. Вчера увидим по телевизору, как она говорит, на моих заборах писали, что мы сожжем твоих детей. Мы сожжем твой дом. Мы повесим твоих детей. И она объявляет... Порошенко. Какая ж мирная мы Порошенко объявляемся. Оставь, дави убийство. Какой мир, если убийство на всех блокадах? Какой мир, девочки? Как он может быть? Как не возмущаться? И сейчас я опять отправляю свою внучку и дочку в Россию, потому что я думала, ее отправили в худшие времена, а они еще в худших пришли. Какой мир? Пусть... Границы закрываются. Вы знаете, половина здесь митингующих нет, потому что я вчера позвонила и сказала, мы им не приходите, неизвестно, что за митинг. Начнут стрелять, начнут... Да сколько можно молчать? Сколько можно молчать? Кто смог, они уехали. Куда уехать? За шахтера. Вот. Мне с Мурманска звонят и говорят, ну что у вас там? Я говорю, подождите, шахтеры встанут, шахтеры встанут. Во время войны фашисты говорили, моряков и шахтеров кем не брать? Их не надо брать было. Из них нельзя было сделать подропотных, поэтому их не брали. Где наши моряки? Что мы видим в Одессе? Пришли 200 человек, 2000 правового сектора и спалили нахрен. Все это поле и все. Я не политик, я вижу то, что я вижу. И хочу... Я могу... И один канал, и другой канал. Я смотрю и вижу то, что вижу. И правильно... Девочки, я... Простите, я понимаю. Я, может быть, отступаю от этого. Мы ждем, когда русские придут. И правильно сказал Михалков. Русские придут туда, где их будут встречать хлебом с солью. Они будут встречать в спину, что пришли оккупанты и оккупируют. Что у нас мало в городе, который будет это делать. Немало этого. И пока мы сами не оберем здесь порядок, пока мы сами не разберем, Молодец! Молодец! Мир! Какой мир, когда кровь уже, да, эта земля залитая. Какие вы единые! Какие вы... Мы не за единую Украину. Мы не за единую Украину. Ее нет и не было. Мы за мир. Мы хотим, чтобы в мире был мир. Какой мир, когда у нас ничего еще не начиналось. Они кричали, нас завьют кровью. Они говорят, хоть крови поколено, лишь бы без нас. Поэтому какой мир? Кому вы призываете? К фашистам, которые госпиталя расстреляют? Которые мирные жители стреляют? Какой мир? Кому мы обращаемся? Или запад кричит? Вы знаете, что заявила Большая Семерка? Вы же все читали. Они сказали, все правильно. Это еще не сильно как осторожно или как операцию. Сдержанную операцию. А то у нас проводится сдержанная. Это не карательная, это сдержанная. Залили кровью без донбасс. Сдержанная. Вы понимаете, что люди, которые живут на рубежом, они уверены, что мы здесь все террористы. Пусть они знают, что мы здесь мирные люди. Именно поэтому, из-за того, что искажено восприятие нас, у них такое мнение. Именно поэтому они поддерживают нас. Мы верные люди, но наш проникой стоит на запасном пути. Мы понимаем, что люди живут сейчас в страхе. Люди живут в страхе. Люди живут в возмущении. Люди вынуждены бежать за свои собственные взгляды. За то, что их не уважают. Но нужно начинать с себя. У меня есть подруга, с которой противоположные точки зрения. Мы уважаем друг друга. Если бы все люди уважали мнение друг друга, не было бы войны. Сначала пусть войска уберет, чтобы мы с ними уважали их. Сначала мы покажем всему миру, что мы здесь мирные, что мы против АТО. А тогда они уберут войска. Так, так, не смеши! Не смешите! Алло! Не смеши! Хочу вам прочитать, написала стихотворение девушка. Гимн Юго-Востоку. Ну что ж, дождались? Родина в крови, где заживо горят простые люди. И улыбается фашистам Халуи. Обомнитесь, прощения не будет. Ну почему? Зачем? Весна, война. Вместо трюльбанов боль. Асфальт кровавый. И снова правит балом сатана. Только теперь он называется Обамой. Горит Одесса. Окружен Донбасс. У Запада свои здесь интересы. Я думаю, не мать родила вас. С косой беснуется кровавая принцесса. Стрелять своих за деньги. За повьёк. Побойтесь Богу, Будо и Аллаха. А на свайте юный паренёк лежит в крови разорвана рубаха. Его весна закончилась сейчас под лозунгом «За мнимую свободу». Спасибо, сволочи. Смогли поссорить нас и сделать больно русскому народу. Вставай, народ. Фашизму не пройти. Как не прожить этой проклятой власти? Стрельбой и смертью на своём пути. Дорогу чистят они к западному счастью. Славянск, Луган, Донецк и Краматорск. Шахтёрский край за правду и свободу. Штурмует твари маленький блокпост, неся разруху, смерть и боль народу. Молодцы, молодец. Спасибо вам большое. Спасибо большое, что пришли, за то, что поддержали нас. Как видите, много разных точек зрения, много людей. Но все мы едины. Есть точка зрения одна, что фашисты добят нашу землю. Мы против фашизм, это ненависть. Если у нас в душе есть ненависть... Точка невозврата уже пройдена. Её нет. Мира не будем искать. Родные мои. Мы все не можем воевать. Многие так не могут воевать. Просто по многим причинам. Женщины старые и так далее. Но мы можем, как вы уже тут сказали, что слово, оно самое сильное в мире, которое выпущено в духовный мир. Итак, я все время, последнее время, мне Бог сказал молиться, чтобы они сдавались. И я реально видела, что сдаются люди. Давайте все вместе дома, каждый из вас, молиться за то, чтобы они сдавались. И чтобы их не расстреливали в спину. Потому что это самое лучшее, что мы можем сделать для нас. И для тех воинов, которые сейчас находятся на передовых позициях. И с нами будет Бог. Бог всемогущий. Его имя Элохим. Это значит начальник всякой силы. Всякой силы. Если вы будете слово говорить правильное, по его воле, то слово, которое выйдет из ваших уст, оно будет более самое сильное. Более всякого меча обоюдоострого. И так я вас призываю, родные мои. Молиться, чтобы они сдавались. А наших ребят будем молиться, чтобы Бог дал мудрости, смелости и упертости. За мир, значит, преклониться. И нам скажут, не разговаривайте на русском. Мы не должны. Мы должны, значит, предать свою православную веру. Потому что так хочется Западу. Мы за мир. Но за мир, который нам не должен, они не должны нам диктовать. Сейчас точка невозврата пройдена. Донбасс никогда не будет с Украиной, которая сдавила его кровью. Мы хотим, чтобы вы правильно понимали, почему мы говорим «Акция за мир». Потому что мы хотим остановить войну. Мы хотим, чтобы нас уважали и нас слышали. И когда нас услышат, то будет мир. Если мы будем убивать друг друга, все будут жертвами. Да они все делали для того, чтобы нас бомбить. Они слышат нас. Все они знают. Дорогие краснолучане, каждый день, и утром, и вечером, день начинается и заканчивается слезами. Слезами и болью в сердце от того, что сейчас гибнут люди, мирные люди, дети, женщины, старики, наши защитники. Каждый день плачем и скорбим. До каких пор мы будем скорбить? До каких пор мы будем под этой фашистской хунтой? Я, как работник дошкольного образования, знаете, всю осень, еще когда был Майдан, у нас было такое мероприятие по патриотизму с детьми. Мы все время убеждали детей, что это наша родина, что Украина, она спевучая и хорошая, и наша родная батькивщина. А сейчас у меня в самой сердце, в душе ненависть ко всему украинскому. И сейчас, когда настало время, когда нам говорят, увозите детей, когда мы, имея в наличии 200 детей в детском саду, мы сейчас не знаем, как подойти, сказать этим детям, что вот это, ребята, это наш подвал, в который мы будем прятаться. Но я не могу сказать и трогать душу ребенка, что это война. Мы просто говорим, что от грозы и от молнии можно, ребята, спрятаться в этом подвале. Я хочу обратиться к Порошенко. К Авакову, ко всем убийцам. Хочу, чтобы они приехали и посмотрели нам в глаза, детям, и сказали, как называется вот это, что они делают. Как объяснить детям, что умирают их родители, отцы и дедушки, и все. Как? Как дальше жить? У меня просто уже крик души. Я не знаю, как остановить эту хунту. Уже сама брала бы автомат и шла бы. Просто уже нет сил. Послушайте меня, люди. Я не готовилась к преступлениям, и я не умею так громко говорить. Я вам скажу, я несколько дней назад приехала из Киева, к маме сюда. И когда я ехала, очень многие люди крутили у виска, что я везу сюда детей. Понимаете? Но я вам скажу одно. Я никого не защищаю, не оправдываю сейчас, потому что я не политик. Но я видела все, что там происходит. Вы поймите, что они не остановятся просто так. Ух надо остановить мирными акциями. Пока люди не будут тысячами выходить. Красные лучи. Это не тот красный луч, который я знала всю жизнь. Понимаете? У вас маленькая информационная поддержка. Ее нет. Люди, зовите всех. Если вы не выйдете, они перестреляют ваших ополченцев, займут здесь все, а вы будете жить только хуже. Намного хуже. Нельзя. Это надо остановить. Надо, чтобы мир услышал. Понимаете? Вот нельзя так. Значит, я когда наблюдала весь этот майдан в Киеве, вы поймите, они не только деньгами взяли, они взяли массовостью. Они приходили тысячами, когда их звали. Тысячами. И поэтому все СМИ были возле их ног. Пока мы не будем выходить. После того, как в Луганске разбомбили. И жертвы были. Люди не вышли. Я не понимаю такого. Не знаю такого. Я не хочу знать. Я там всем рассказываю. Никто ничего не знает. У нас российские каналы не работают. Понимаете? Здравствуйте. Ну, короче, вы тут собрались. Я уже вас смотрю с 2 марта. Это все без толку. Поверьте. Да. Знаете почему? У нас нет дружбы. Работают шахты. Шахты надо останавливать. Выходить всем. Брать оружие в руки. Потому что оставлять водоотливы. Откачку вентиляции. Понимаете? Всем безразличны. Я ходил вчера по базару. Базарники знаете, что базарят? Когда уже слава зачистят. И луганцы будут. Пенсии не мои. Зарплата. Все безразличны к этому. Поверьте. Вот это, что мы здесь собираемся. Поверьте. Но это вы. Это чепуха. Понимаете? Я не вижу хотя бы тысячу человек. У каждого моя хата с краю. Поверьте. Так что я не знаю, как вас поднимать. Если бы пришли сейчас немцы в 41-м году, они бы прошагали до Ростова. Это так. Налегке. Так что я не вижу. Я рад, что вы пришли все. Что вы поддерживаете. Но это капля в море. По самим с нашим городом. Поверьте мне, как это не грустно сказано. Всем безразлично. Понимаете? По-нормальному надо подниматься полностью. Ну и кто будет подниматься? Все говорят, а ну тебе надо. Вот я вижу. Со 2 марта здесь я лежу, что с каждым разом все меньше, меньше, меньше. Правильно. Женщины. Вот тоже. Так что извините. Мы уже не так что-то сказали. Надо подниматься. А кто будет подниматься? Они все не хотят. Все люди поднимаются. Спасибо всем огромное. На этом мы нашу акцию заканчиваем. О следующих акциях мы будем оповещать. В самом деле, да, хочу представиться. Меня зовут Крамер Елена. Я организатор психологического клуба. И так случилось, что вот наши занятия вынуждены были прекратиться, потому что люди боятся. Вот. И мы решили вот нашей дружной компанией собраться для того, чтобы пропагандировать мир, пропагандировать спокойствие, чтобы убрать этот страх, чтобы убрать агрессию и негатив. Возможно, это не популярно сейчас. Но мы, как женщины, то, что можем делать, мы делаем. Это дело мужчин. Брать оружие, воевать. Мы против того, чтобы была война. Мы против того, чтобы была террористическая операция. Мы против того, чтобы погибали люди. Мы против того, чтобы погибали и с западной Украины, и на восточной Украине. Мы за мир. Планируются еще у вас какие-то акции? Да, я думаю, что после сегодняшнего отклик людей есть. Мы будем думать о том, как это можно организовать. Главное, чтобы это было санкционировано. Да, это санкционировано. Чтобы это не было беспределом, чтобы это не было стихийно, чтобы потом проблем с этим не было. Главное, чтобы нам позволили проводить эти мероприятия, позволили с добротой, с сердцем. И действительно с радостью, хотя неуместна сейчас радость, но она должна присутствовать. Радость жизни, радоваться жизни. И жизнь наша будет счастливой, хорошей, благополучной. Поэтому что тут сказать еще? Как у меня произошло все это рвение, организовать сегодняшний митинг. Когда я увидела по телевизору, как наши женщины стоят с автоматами, и понимаю, что мы сидим. Нам сидеть нельзя. Но нам надо что-то делать. Ну что, убивать мы не хотим. Мы хотим мира. Поэтому мы призываем, но мы понимаем, что как такового мира сейчас не получается. Не по нашей вине. Как мне говорят, почему вы воюете? Да мы же не воюем. Ну как мы можем воевать? Зачем? Против кого? Если бы у нас произошла ситуация, что западникам угрожает, что-то там, экологическая катастрофа, мы, конечно, бы пошли, мы бы их поддержали. Я не знаю, как интернетом, или поехали бы, может, в гости. Но мы бы старались не допустить этой экологической катастрофе. Но им все равно. Вот у них к нам отношения, по-моему, они радуются. Вот они радуются то, что происходит сегодня. Они радуются даже, наверное, тому, но я не говорю, что все. Низкий поклон матерям, которые родили, воспитали сыновей, которые отказались стрелять. Вот им огромное спасибо.